С вами Сергей Гудков, психотерапевт. Сегодня мы разберем, что делать с депрессией. Какие могут быть шаги, первые физические шаги, чтобы справиться с этим состоянием. В прошлом видео мы разбирали, что депрессия это буквально истощение, когда ваша энергетическая батарейка села под ноль или почти под ноль, когда у вас мало заряда. Что с этим нужно, можно сделать на физическом уровне? Первое. Это когда вы прекращаете разговоры, поиски информации. Об этом у меня есть более подробное видео, вы увидите ссылку внизу. Второе. Очень часто, и об этом я тоже говорил, люди, которые находятся в депрессии, используют какие-то способы, чтобы сподриться, развеселиться, как-то отвлечься, чтобы сделать себе что-то приятное, хорошее, как-то себя порадовать. Или это делают их друзья и близкие. Так вот, эти попытки ни к чему хорошему не приводят, поэтому нужно отказаться от всех этих попыток. Иначе безнадежность будет возрастать, потому что я стараюсь, я вроде пытаюсь что-то сделать, но я не чувствую удовольствия, сил становится все меньше и меньше. Третий важный момент. Из всего того объема дел, который вы делаете за день, может быть, за неделю, за месяц, нужно тщательно проверить и спросить себя, вот, если это 100% то, что я все делаю, насколько у меня хватает энергии? Допустим, 50, 30, 60, и постараться тогда по максимуму оставить только то, на что у вас есть силы и или то, что вы хотите делать. Прямо договориться с близкими, друзьями, с кем можно, чтобы они взяли на вас, вернее, вашу часть обязанности на себя. Чем-то можно пренебречь, вплоть до того, что пусть лучше лежат клубочки пыли, чем вы будете страдать от депрессии. То есть сбросить себя на грузку по максимуму. И четвертый физический момент, тоже очень важный. Прямо часы апатии. Я своим клиентам предписываю, что вы должны несколько раз в день, хотя бы три, утром, в обед, вечером ложиться и просто лежать, ничего не делать. Как раз то время, когда ваша батарейка начинает потихонечку заряжаться. Если вы не можете по часу, то хотя бы по полчаса. Прямо часы апатии, которые вы себе даете. То есть ложитесь и лежите. Ничего не делайте. Ни телевизор, ни радио, ни листайте телефон. Вплоть до того, что кошка к вам подошла, вы глаз на нее скосили и даже не гладите ее. Как будто у вас нет сил. Просто лежите, находитесь в этой апатии, в этом бессилии. Но это важно, потому что в это время вы начинаете исполнять запасы прямо физической энергии. Это то, что мы делаем на физическом уровне. И, кроме всего прочего, в депрессии есть очень большой психологический момент. Это разочарование. Но о нем в одном из следующих видео. До новых встреч.